Доброе утро, дорогие друзья! Мы продолжаем. Их истории полны трагизма, но заставляют остановиться и задуматься обо всём, что мы имеем сегодня. А это мир, возможность расти детей и не думать о том, что завтра может и не наступить. Наверняка постоянные зрители нашей программы уже запомнили эти душесчипательные истории, которые наши коллеги из агентства теленовостей положили в основу документального цикла «Беларусь помнит». Задача перед авторами стояла сложнейшая. За 2-3 минуты рассказать реальную историю из жизни участника Великой Отечественной войны. Историю, которая стала переломной в его жизни или осталась на страницах военной летописи. Именно такой ролик сейчас в нашем эфире. Стопка фронтовых писем. Самое дорогое, что осталось от отца, у Анны Ключиевой. В этих строках вся правда о фронтах Великой Отечественной. И с высоты лет, понимаешь, говорит Анна, на войне воевали фактически дети. Александру Ключареву было 20, когда он писал эти строки между операциями в полевых клиниках фронта. Казалось, лишь недавно он пришел учиться в медицинскую академию, а практика была уже на полях сражения. Сменить профиль пришлось после ранения. Пожалуй, самого страшного для хирурга. Когда хирург Ключарев не смог больше оперировать из-за ранения, он стал лечить солдат от тяжких инфекций. Через несколько лет после войны, слушая отцовские истории о фронте, Анна точно знала, она станет врачом. И это будет в мирной стране. Дорогие друзья, авторы роликов подошли к воплощению идеи нестандартно. В каждой серии снимается кто-то из родных героев, о котором идет повествование. И здесь мы видели Анну Александровну Ключареву, дочь известного профессора, доктора медицинских наук Александра Ключарева. И сегодня она гость нашей студии. Доброе утро, Анна Александровна. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, во-первых, спасибо огромное за то, что нашли время сегодня побывать в нашем прямом эфире. И сразу у нас вопросы. Что отец вам рассказывал о тех днях? И вот вообще охотно ли он это делал, когда вы его спрашивали? Вы знаете, нет. В семье не было большого количества разговоров о войне, военных событиях. Но при этом мы хорошо знали его военных друзей. Они остались те, кто выжил. Друзьями в мирное время. И фамилия Имшинецкий, Гурский. Это были очень родные фамилии. Мы знали семью Ароновых. И благодаря Аронову отец остался живым. Он спас его, когда было болото, наступление. И отец готов был уже застрелить себя, потому что немцы наступали. Он не хотел сдаваться в плен. Вернулся его друг. И спас его. Вашего отца в мирное время знало все медицинское сообщество нашей страны. Он заслуженный деятель науки. И как вы когда-то пошутили в одном из интервью о том, что он самый долгий ректор медицинского университета. 25 лет руководил вузом. К вам, вот когда к вам пришло осознание того, что вы пойдете по отцовским стопам? Ну, во-первых, не было ощущения, что мы живем с каким-то особенным человеком в плане его каких-то научных, общественных достижений. Мне кажется, что все окружающие вот помнят его сегодня как просто очень доброго и отзывчивого человека. И в самом деле он никогда не забывал своих учителей, своих друзей. И помогал там, где мог помочь просто всегда. И, как мне удивительно, мое желание стать врачом, оно не исходило из отцовской специальности. А просто вот внутренне было желание? Ну, так получилось, что мы когда-то отдыхали рядом с детским санаторием, где было очень много очень больных детишек. И я на тот момент уже заканчивала физико-математическую школу, но поняла, что все надо менять. А скажите, а вот ваше мнение, нужно ли сейчас детям рассказывать о войне, о том, что было, и о том, как тяжело все это переживалось? Безусловно, каждая семья должна знать свою историю. Каждая страна должна знать свою историю и помнить ее. Столько, сколько у нас за плечами, настолько мы богаче и настолько мы сильнее. А вот я все-таки хочу одну секундочку вернуться буквально к съемке и спросить, удалось ли пережить правильную атмосферу? Потому что обычно, когда снимается кино, как-то в процессе съемки все убирается напрочь. А вот остаться в этом правильном настроении удалось? Я думаю, что да. Вот это самое главное. Сохранить и сложно, и в то же время, конечно, донести до нас все, это, конечно, очень непросто. Анна Александровна, огромное вам спасибо. Спасибо за то, что нашли возможность прийти сегодня к нам в студию. Мы вам желаем крепкого здоровья и приходите к нам еще. Спасибо большое. Спасибо авторам проекта. Да, это и мы тоже передаем отдельную личную благодарность.